доброго здоровья уважаемые телезрители сегодня рассмотрим установочку пока у меня как говорится не подошли какие детали нашел вот такой движок это движок вот этот профиль вентилятор охлаждения от машины от легковой кто-то выбросил разобрал мощность его 110 ватт ну чем в нем в нем есть магнит постоянные магниты то есть он может использовать генератор вот пока стоит доделать с него значит соорудил я подключил к нему моторчик вот такой вот от стиралки оборотистой соединил то все вот тут пока это время временно для для опытов так что показали опыт и значит вот этот вот этот мотор ночь крутит крутит его инерционный отсюда вот поступает на что выдает 12 вольт постоянного тока от машины на 12 вольт значит что вот такой вот что показали результаты вот я записал тут выход последний замер выход выход 12 2 вольта то 111 ватт то есть вот это вот это значит мотор выдает 111 ватт далее а вход то есть вход вот это вот этот мотор нагружен на 58 вольт на него падает напряжение и он сматывает 70 ватт вкручает а этот выдает 110 ватт этот мотор универсальный так на него можно любое напряжение подать но он теряет мощность то есть у него мощность зависимости от напряжения если подал 58 вольт он выдает 70 если подал 230 вольт он выдает 280 такой пропорции а этот выдает значит на чтобы на полный оборот и его значит тут 3000 оборотов а тут 12 значит вот этот надо разогнать на 3000 оборотов тогда этот будет давать полный мощность для того чтобы это разогнать на 3000 оборотов ему нужно всего лишь значит 70 ватт напряжение на него всего я чуть-чуть не замерял 58 вольт на него подаешь и он разгоняет этот значит на 3000 оборотов этот выдает 12 и 2 максимальную свою мощность 12 и 2 12 и 3 то есть кпд этой системы у у нас получается сейчас посчитаем это все вот калькулятор так 110 ватт делим на 70 неправильно 110 разделим на 70 157 то есть кпд этой установки 57 процентов но грубо там потери грубо сказать он берет 1 выдает полторы конечно если бы сюда поставить мотор помощнее было бы больше толку ну как пока такой что и чем он хорош что не надо возбуждение ему не надо только его крути там магниты внутри также это вот такой вот моторчик подойдет кому-то может ветрогенератор сделать а эти моторчики вот этих старые автомобили вот этот охлаждение двигателем там вентилятор был здоровый вентилятор выбросил вот такой вот вот такие результаты то есть есть то есть кпд меньше чем у моего моего там до 300 процентов 350 даже доходит но здесь зато не надо это самое возбуждать там то есть мало устройств можно применять на базе этого значит на базе этого у меня зародилась идея вот такого устройства сейчас покажу то есть надо чтобы тут надо вот таких вот два штуки с магнитами это у меня нет ни с магнитами это не пойдет это возбуждать надо но в принципе тоже можно но но лучше с магнитами и тогда мы получаем вот такую схему сейчас нарисуем магнитный генератор вот магнитный генератор и на валу у него опять таки есть соединение на валу у него опять же магнитный генератор магнитный генератор а тут у нас стоит ионистор 5 штук у меня есть они 5 ионисторов 13 и 5 вольта и тут то же самое стоит 5 ионисторов 13 и 5 вольта запускаем эту систему для запуска мы все делаем для запуска мы значит здесь тут напряжение делаем не 13 и 5 а меньше допустим в ионистрах для начала 12 и здесь тоже делаем меньше вернее здесь где то делаем 12 и 5 то есть маленько разряжаем а здесь делаем вот этот запустился и пошел пошел он значит он крутит этот вот как мотор как мотор и как генератор одновременно всего два конца крутит этот вот и заряжает и заряжает а этот разряжается как только этот зарядился до 12 и 5 примерно все ток здесь никаких не диодов ничего не ставим ток пошел назад сюда он здесь здесь зарядился здесь всего 12 приходит он пошел назад и и стал заряжать эту а здесь уже 10 стало и получается не надо никаких устройств получается беспрерывно значит сюда идет здесь разрядилась пошел отсюда здесь зарядилась пошел оттуда то есть это без беспрерывно процесс но такое применять для генерации не стоит а вот для 1 велосипед допустим вот велосипед два колеса на велосипед то можно вот руль там и 2 2 мотора и 2 батарейки вот на велосипед можно тоже питается значит с первого колеса крутит ведущая потом раз второе то есть практически вечный двигатель но это как говорится схема это все надо пробовать а вот это вот вот это вот показал реально вот такая схема такая вот установочка имеет кпд 157 157 процентов так можно сказать 157 процентов то есть ее можно применять только надо будет так же как и в той у меня так же поставить реле переключение батареек и так далее глинистров все на этом все на этом все и в течение